Бسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد Сегодня и на сегодняшний день светский мир, к сожалению, нападает на все человеческие ценности И уже появляются разговоры о том, почему нельзя жениться на свою сестру А почему нельзя жениться даже на своей дочери Я не говорю, не придумываю, я помню, когда даже одна пара во Франции пошла в суд и выиграла суд, когда один женился на свою сестру Я не придумываю вам случай, это есть и происходит Потому что, к сожалению, вот эти люди, они не имеют никаких ценностей уже И уже нападают на человеческую натуру, на человеческую природу Под лозунгом всегда один и тот же лозунг – свободы Я свободен, я согласен, она согласна, а почему нет? Поэтому мы должны говорить об этих вещах, об этих вопросах, даже если казалось нам некоторым, что это очевидные вещи Потому что приходится нам иногда доказать, что это неправильно то, что они говорят Что это на самом деле нападение на человеческую природу и на все ценности человека Поэтому я хочу сегодня с вами поговорить о запрещении жениться на женщинах, родственницах или кровного или молочного родства Об этом тем более говорится в Коране И то, что говорится в Коране, раз обсуждается в Коране, значит, это надо обсудить Значит, раз это обсуждается в Коране, значит, надо это знать Аят по этому поводу очень длинный Я цитирую его, чтобы мы знали именно эти женщины, на кого нельзя жениться Я цитирую аят, в котором Аллах, субханаху та'аля, перечисляет женщины запретные по причине кровного или молочного родства Всевышний Аллах, субханаху та'аля, говорит в суре номер 4, ая номер 22 и 23 Не женитесь на женщинах, на которых были женаты ваши отцы, если только это не произошло прежде Воистину это является мерзким и ненавистным поступком и скверным путем Вам запретны ваши матери, ваши дочери, ваши сестры, ваши тетки со стороны отца и ваши тетки со стороны матери И дочери брата, и дочери сестры, и ваши матери, вскормившие вас молоком И ваши молочные сестры, и матери ваших жен, и ваши подчерицы, находящиеся под вашим покровительством с матерями, которых вы имели близость Ведь если вы не имели близость с ними, то на вас не будет греха А также жены ваших сыновей, которые произошли от вас самих Вам запретно жениться одновременно на двух сестрах, если только это не произошло прежде Воистину Аллах, прощающий, милосердний Я знаю, конечно, перечисления здесь много И не запомнили вы все, но вы можете вернуться к этому аяту, к этим двум аятам И еще раз прочитать, чтобы их запоминать и знать Но я хочу сегодня объяснить, как ученые объяснили А почему нельзя жениться на этих женщинах, которые являются близкими по родственной связи и так далее, которые мы перечисляли Во-первых, уважаемые зрители Когда мы говорим о Никахе, мы говорим, как уже сказали, о сохранении здоровья и сохранении родословности И медицинским образом, и с медицинской точки зрения доказано, что женитба и брак между такими очень близкими родственниками Приводят к распространению генетических заболеваний и к ослабеванию рода со временем Поэтому, с точки зрения медицины, не советуются жениться на очень близкие женщины Даже, некоторые еще говорят о двоюрных сестрах, но мы говорим о том, что говорил Аллах Субхану Аталью Значит, первая причина – это сохранение здоровья Не только, я подчеркиваю, речь не идет именно о паре или об их непосредственных детях Речь идет о целом поколении, о потомстве в целом Поэтому это первая причина Вторая причина – брачные отношения и создание семьи установлено для чего? Одна из целей – это расширение границ Расширение границ родственных отношений и расширение и укрепление отношений между людьми Потому что, когда один мужчина женится на совершенно чужой женщине Скажем, очень далеко от него Что происходит? Происходит, что эти две семьи становятся родственниками И это одна из целей создания семьи Поэтому чем дальше будет женщина, чем больше будут связи таких с посторонными людьми Но они стали родственниками Поэтому расширение вот таких крепких отношений именно будет только тогда, когда происходит женитва И заключается никах и брак не между ближайшими родственниками Это вторая причина Третья причина Есть категории, определенные категории женщин, на которых запрещено жениться Но просто человек по своей природе, он на них смотрит, что это моя честь Это мое достоинство Это мое достоинство Это, например, мат Это, например, своя сестра Это, например, дочь Но это надо быть до такой степени низким существом, чтобы думать Желиться на свою дочь Потому что дочь и мат, и сестра Это понимание сразу у нас ассоциируется с заботой, с уважением, с достоинством, с честью А когда, не дай Аллах, будут такие интимные отношения Я думаю, что это просто вызывает отвращение Но, конечно, мы сегодня наблюдаем всякие, к сожалению И уже люди, даже некоторые перестали чувствовать отвращение к всему Потому что они живут только своим инстинктом И они хуже животных О них Аллах сказал О том, что те, которые следовали за своей прихотью Аллах сказал, что они хуже животных Даже хуже сбились с пути Следующая причина Почему нельзя жениться на ближайших и очень близких родственниках Это потому что, уважаемые зрители Например, когда речь идет о девочке Своей будущей жене Например, человек женится на вдову И он, если предположим, было разрешено Жениться и на ее дочь Вы представляете, мужчина, один мужчина Женится одновременно на женщину и на ее дочь Что будет между этими двумя женщинами? Какие отношения будут? Даже если это еще не произошла женитба Человек, пришел мужчина и женился на вдову А у нее есть дочь А эта дочь знает, предположим, если не было это запрета Знает, что он может еще на ней жениться И он ей понравился Что будет между матерью и своей дочерью? Какая жизнь будет? Это, конечно, тоже категорически запрещено И еще почему нельзя жениться на супругах отца? Например, отец был женат на кого-то И он умер или развелся с ней Почему нельзя сыну жениться уже? Потому что, уважаемый жамаат, это может пониматься как наследство Как наследство, как будто его жена вошла в наследство И этот момент или этот закон присутствовал у арабов Во время пророка Мухаммада Было это принято у арабов Когда умирает мужчина Его жена становится Или входит в его наследство И его сыновья имели право Или жениться на ней Или ее выдавать замуж насильно За кого они хотят И они забрали этот махр И многие другие заблуждения Следующая категория Следующая категория Чтобы завершить вот этот вопрос В следующем аяте Аллах говорит И замужние женщины Это аят номер 24 Что значит и замужние женщины? Значит, вам нельзя жениться на замужние женщины Этот запрет очевиден Понятно, для чего он очевиден Потому что, если это было бы разрешено Это привело к разрушению столько семей Даже невозможно считать Когда мы говорим замужная женщина И на арабском называется Аль-Мухсанат Аль-Мухсанат Это слово Аль-Мухсанат Исходит от слова Аль-Хысун Аль-Хысун Это означает крепость Значит, замужная женщина Это женщина Из-за своего замужества Для нее это как крепость Значит, нельзя подходить к ней даже А почему нельзя подходить к ней опять таки? Потому что, если это дозволено Сколько разрушились бы семьи? Вот пришел мужчина Ему понравилось И он пошел уговаривал Давай разводись со своим мужем И я буду на тебя жениться И даже сегодня это происходит Несмотря на запрет Но замужная женщина Это как крепость Крепость Нельзя подходить к ней Даже нельзя намекать Уважаемые зрители С точки зрения шариата Потому что это Это приведет к тому Что разрушаются семьи в обществе Даже нельзя ей намекать А иногда я знаю К сожалению Некоторые неграмотные мусульманы Это делают Намекают Я бы женился на тебя Но ты замужный А зачем тебе эти слова сказать ей? Откуда ты имеешь право это сказать? И опять таки я говорю Бери это на себя Если кто-то скажет И твоей супруге Я бы женился на тебя Но ты замужный Уважаемый жамаат Я хочу в завершение подчеркнуть Наша религия Это религия естества Наша религия Когда что-то запрещает Она это запрещает Потому что человек По своему естеству Это не воспринимает Поэтому дай Аллах Субхану Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok